Встречи с чемпионами, экстрим фристайл, интерактивные зоны и мастер-классы. Фестиваль ГТО – это не только спортивные нормативы, но и разноплановые мероприятия для всей семьи. Физкультурно-спортивный комплекс здесь сегодня сдают как в командах, так и индивидуально. Вообще, сам фестиваль стартовал еще месяц назад и собрал порядка 23 тысяч человек на более чем 100 мероприятиях. Заключительный этап назвали «Гонка ГТО» и провести его решили в лесопарке. ГТО сдаю первый раз, ежедневно гуляем по лесопарку, увидела вот такие красивые локации, думаю, почему бы не попробовать. Заранее посмотрела все нормативы, такая, я смогу, без проблем. Активный образ жизни, ну да, веду уже давно, занимаюсь, мне нравится. В этом вся жизнь, мне кажется, это так. Веду активный образ жизни, первый раз, да, вместе с мамой, мама предложила, поэтому мы решили на такую авантюру с ней именно прийти. Активный образ жизни веду, четыре раза в неделю стандартно спортзал, ну и велосипед это не исключение, поэтому катаемся чуть ли не каждый день. Среди участников были и те, кто попал на мероприятие случайно. Лесопарк – излюбленное место рязанцев, где в теплое время года отдыхают сотни горожан разных возрастов. Для тех, кто не готов был сдавать нормативы, тоже были интересные активности. Игровые зоны для детей, локации с настольным теннисом, шахматами, фотозоны, показательные выступления и соревнования по современным танцам и экстремальным видам спорта, а также творческие мастерские. Мы на роликах приехали кататься, мы не знали о фестивале, а получилось, что попали на него. Мы очень рады, что такое мероприятие проводится, это очень круто, что так много людей, которых сближает спорт. Мы во многом поучаствовали, мы останавливались, смотрели, участвовали, это потрясающий день. Параллельно с забегами для зрителей и гостей фестиваля прошли открытые тренировки по боксу, йоге, зумбе и пилатесу. А в центре под мостом лекторий 40-кратного паралимпийского чемпиона России по легкой атлетике и плаванию Сергея Бурлакова, который поделился своим видением нововведений в нормах ГТО. Чтобы там были включены ребята с ОВЗ, с ограничением возможностей по здоровью, чтобы были разноработаны нормативы сдачи ГТО для разной нозологии. И для слепых, и для опорно-двигательного аппарата, правда, вот искренне бы хотелось, потому что это те же самые граждане, я себя беру, у меня нет значка ГТО, я искренне бы хотел получить значок ГТО. Фестиваль ГТО планировали заранее. В правительстве Рязанской области прорабатывали каждую деталь. По словам губернатора Павла Малкова, задумку удалось воплотить в жизнь целиком и полностью. На мой взгляд, получилось все здорово и ровно так, как мы хотели. Настоящий спортивный праздник. Здесь достаточно сказать, что цифры говорят сами за себя. Если за весь прошлый год у нас ГТО сдало по всей области 2-2 с небольшим тысяч человек, то сейчас вот только за время проведения фестиваля ГТО за месяц почти 35 тысяч человек. Самое главное, что мы привлекаем внимание к спорту, привлекаем внимание к здоровому образу жизни. И важно, что это не какая-то разовая акция. Мы обязательно сделаем теперь это мероприятие ежегодным. Будем только наращивать темпы, увеличивать объемы. И рассчитываем, что все, кто в этом году принимал участие, обязательно продолжат тренировки и будут принимать участие в следующем году. И присоединится еще большое количество людей, большое количество жителей нашей области. Главная идея фестиваля – привлечь рязанцев к активному образу жизни и занятию спортом. Причем речь идет о разных возрастных категориях, начиная с юного поколения и заканчивая пенсионерами. В завершении фестиваля губернатор области Павел Малков вручил рязанцам золотые знаки отличия, а победителям гонки ГТО – медали и кубки. Высокие результаты в нашем регионе при тестировании индивидуальных нормативов показали 20 человек. Спортивный праздник завершили концертной программой с участием региональных творческих коллективов и группы «Добро». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».